Здравствуйте, уважаемые кишиневцы. Я, Денцов Александр, представитель фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева. И сегодня мы здесь находимся в пресс-конференции по поводу республиканского стадиона. Республиканский стадион – это знаковое место. Это значимое место для всех кишиневцев. Здесь была выращена целая плеяда спортсменов. Здесь были установлены в том числе мировые рекорды. И что сейчас происходит? Мы видим о том, что агентство публичной собственности все-таки собирается передать этот стадион американскому посольству. Мы выражаем другое мнение. Мы сегодня инициируем процедуру консультирования с населением города Кишинев. Именно кишиневцы должны решать, что же здесь будет. Я вкратце расскажу вам историю. Ну, сам стадион был построен в 1951 году. И, как я сказал, выше целая плеяда спортсменов, поколение спортсменов здесь выросли. Легкоатлеты, футболисты. Именно здесь тренировались, здесь были установлены мировые рекорды. И 4 октября 2018 года режимом Плохотнюка, законом номер 151, был издан закон о возмездной передаче стадиона американскому посольству. Фактически это была взятка режима Плохотнюка для того, чтобы обеспечить свою лояльность. Я напомню всем жителям города Кишинева о том, что в 2019 году, 8 июня 2019 года, была проголосована в парламенте декларация о захваченном государстве, по которому было объявлено о захвате государства режимом Плохотнюка и различных институтов. И по поводу законопроектов, которые были приняты в этом режиме, необходимо было исправить. Что и сделала фракция социалистов, предложив законопроект, который был проголосован удачно в парламенте, по аннулированию этого закона о возмездной передаче имущества, которое в виде взятки Плохотнюка американскому посольству. Что сделала наша, мы знаем, очень гуманная конституционный суд? Он аннулировал этот закон. Сейчас фактически нынешние власти, нынешний режим продолжает дело Плохотнюка. Нынешний режим собирается дальше передать это имущество американскому посольству. Мы не выступаем против американского посольства, мы считаем, что могут быть найдены совсем другие решения, совсем более удобное расположение для размещения американского посольства. Но здесь, что здесь будет, должны решать кишиневцы. Мы считаем о том, что нынешний режим совершает огромную ошибку. Они продолжают тот флаг, тот дело Плохотнюка, который он начал, они его собираются продолжать. С большими нарушениями, без консультации с населением, без проведения экспертизы. Ничего этого не было сделано. Более того, они даже не определили стоимость этого участка. Именно сегодня мы объявляем о начале процедуре референдума для консультирования с кишиневцами. Мы считаем, что кишиневцы, повторюсь, должны решить, что будет на месте этого стадиона. Американское посольство, как представители государства, которые декларируют, как источник демократии, как демократическое государство, я считаю, что они должны воспринять волю кишиневцев именно по демократической процедуре. Выражение то, что решат кишиневцы. Повторюсь, мы можем найти другое, более деликатное решение, более безопасное место для размещения этого посольства. Здесь же должен находиться то, что решат кишиневцы. По процедуре юридическое, расскажут дальше мои коллеги. Буне зима, меня зовут Ожокаро Денарес, ясный консилиер муниципал по СРМ. Сегодня, вместе с нашим консилием муниципалом, мы приехали в поддержку каждого из нас в Кишинево, поддержку и опарку этого тирен. Сегодня мы grимцы. Этима, невозможности, прятое. Прятое муниципал, это, не геразовая муниципалитетная решение, И, в чём, насыпая, геразовая, и сказали, что я в Кишинево-Молдова. Это проблема, что это – это проблема стадионного репublicа, есть одна из интересов publicа, и обеспечения и объективов, построить о воле национале и дукуртове, для нас и для наших детей. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Acum vreau să vorbesc la fel și ca un simplu cetățean, dar și ca o persoană care de la o vârstă fragedă am practicat sportul și îl practic până acum. Am devenit locuitor al municipului Chișinău de la vârstă de 19 ani, când am venit în coacea în Chișinău pentru a primi studii. Și știți, lețele de educație fizică au avut loc, iată aici, în urma mea. Fiind fotbalist de mic copil, sigur că primeam multe meciuri selecționatei Moldovei la fotbal, a cluburilor de aici, din municipiul Chișinău, care primeau meciurile aici, Dacia, Chișinău-Zimbru, Chișinău, până ce nu a fost edificat stadionul, a găzduit aici meciurile de fotbal. Acest stadion a fost găzde, nu doar a competițiilor naționale, dar și internaționale. Pe acest stadion au fost stabilite sute de recorduri naționale, dar și internaționale. Și pentru mine, un simplu student care a venit în coacea municipiului Chișinău și care am aflat că voi petrece aici lecțiile de educație fizică, am fost nespus de mândru de faptul că am posibilitatea să practic aici orele pe acest stadion care a găzduit sportivi profesioniști, sportivi care au stabilit recorduri și era mândru extraordinar de acest fapt. Motiv pentru care, ca simplu cetățean, sigur că acest lot de teren nu poate fi examinat într-un alt mod decât un edificiu sportiv. Motiv pentru care, am să fiu desigur că și unul dintre membrii grupului de inițiativă care ar să corecteze semnături pentru că acest lot de teren să nu fie folosit altfel decât un edificiu sportiv. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar și suntem gata să răspundem la orice întrebări ale dumneavoastră. Dar ca să-și răspundeți vreo cu câte semnături aveți după voie și termini. Așa că suntem urtea suntem publice după care e chiar a fost termini. Da. Deci, însă și referendumul este consultare a cetățenilor pe seama acestei unei probleme de interes local sau național. Deci avem referendum local și interesul este local. Dar, dacă să vorbim despre grupul de inițiativă, noi urmează, următoarea etapă este ședința grupului de inițiativă la care se va decide un șir de întrebări printre care și întrebarea care va fi formulată pentru cetățeni, unde va fi invitat primarul general în municipiul Chișteu sau cineva din administrația publică locală să participă la această ședință, la care și va fi format acest grup de inițiativă care va începe colectarea semnăturilor. Pentru ca un referendum, a doua răspuns la a doua parte a întrebării. Pentru ca un referendum să aibă loc, este necesar ca în terminul care va fi stabilit de către administrația publică locală și CEC să acumuleze cel puțin 10% din numărul total al locuitorilor municipiului Chișinău cu drept de vot. Doar 10%? Pentru ca să fie stabilit data referendumului și să fie inițiat referendumul în sine. Deci acest grup de cetățeni, încă o dată procedural, acest grup de cetățeni strâng 10% de semnături a personelor cu drept de vot de municipiul Chișinău ca acestea să fie depuse la listele să fie depuse la administrația publică locală și să fie stabilită data referendumului la care deja trebuie să participe cel puțin deci dacă vorbim despre însăși referendumul în sine și ziua referendumului. Deci este necesar să participe cel puțin o treime din locuitor municipului Chișinău. Din ei, cel puțin jumătate trebuie să-și exprimă votul pentru sau contra ca să fie totuși luată decizia. Dar cam când preconizați acest referendumul? Este unul, două, trei, patru de ani? Deci astăzi noi inițiem procedura dar în cel mai scurt timp va avea loc ședință grupul de inițiativă care deja va stabili absolut toți următori pașii care urmează să-i întreprindem inclusiv cu stabilirea și datei începerei data când se va începe colectarea semnăturilor și alte detalii. Cu aceste detalii deci chiar în ziua în care se va petrece ședința grupului de inițiativă de sigur că vom informa presa și vom vă vom chema pentru a vă oferi mai multe detalii inclusiv procedurale despre ce perioadă în ce perioadă se va spune deci mai multe detalii referitor la toată procedura de inițierea referendului. Da, dar referendul că a fost zis la un bar rețetate sau când? Aici mult depinde și de deciziile care vor fi luate pe de o parte de administrație publică locală pe de altă parte de check pentru că însăși perioada de colectare a sănăturilor ea prevede de la 30 până la 60 de zile deci în dependență deja cât timp ne se va oferi totul depinde de următorii pași care deja îi vom relata mai târziu în dependență de etapa procedurii la care vom fi stadion sănătă sănătă referendum în 2019 și în 2020 și în 2021 și în 2021 în 2022 în Kişinie în realiză огромă количеție различных infrastructur și și Мы, как муниципальные советники, а муниципальный совет утверждает расходы на благоустройство, мы инициировали, присутствовали на публичных консультациях большого количества благоустройства. Я думаю, мы найдем и заищем средства. Если здесь будет решено сделать сквер, мы это сделаем. Что будет, если до референдума уже начнутся какие-то работы по обустройству нового лица? Я думаю, мы с этим обращаемся, в том числе к Кишиневцам, для того, чтобы сделать эту процедуру немножко быстрее. И, к сожалению, республиканские власти, вот этот режим, они спешат, спешат. Почему? Мы знаем, два месяца было чрезвычайное положение, оно должно вот, вот, какого числа? Должно вот, 24-го, вот оно должно заканчиваться, именно поэтому мы сейчас инициируем. Раньше не было возможности, сейчас инициируем эту процедуру, потому что необходимо собираться с людьми, необходимо встречаться с людьми, необходимо сначала собирать подписи. Я опять же призываю кишиневцев активно участвовать в сборе подписей по судьбе этой территории. И мы постараемся это сделать оперативно. Кроме того, в любом случае, выдача градостроительных сертификатов, авторизации, утверждение проекта и документации занимается местная публичная власть. Если будут результаты референдума, я надеюсь, американские партнеры, которые демократическое государство, они прислушаются к мнению кишиневцев и не залезут в эту глупость. Если они хотят приобрести эту территорию, ну, за их счет будем делать тогда здесь сквер. Еще вопросы? Спасибо. Желаю вам здоровья и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.